Всякое дело начинается с мысли, возникающей в голове и предопределяющей дальнейшие действия. Путешествие не исключение. За любой поездкой так или иначе стоит желание, цель – получить определенный результат в виде впечатлений, положительных эмоций или радости от встречи и общения с новыми людьми. Неважно, какой длины будет путь и сколько времени будет длиться путешествие, те яркие реальные моменты, которые оставляет после себя долгожданная поездка, измеряются непройденным путем, непрожитым днем, но чувством наполнения и насыщения от того, что успел, успел задуманное и желаемое сделать реальностью. Очередной ранний подъем, когда все вокруг еще спят. Однообразная зимняя дорога и скучные однотонные пейзажи вокруг. В голове лишь один вопрос – куда я еду? Ответ на него долго искать не приходится. Вперед! Неважно, что меня там ждет, ведь я уже в процессе и получаю от этого заряд положительными эмоциями, который к концу дня наполнит душу радостью и насыщением, независимо от результата поездки. Зимние путешествия сильно ограничивают возможности для колесной техники. Поэтому, если зима выдалась снежной, то в последние зимние месяцы приходится решать головоломку, куда можно добраться в одну машину и за один ходовой день. Сегодня мой путь лежит в направлении горы Мохнатая, что расположено на побережье Бухтарминского водохранилища, в поселке Новая Бухтарма. Уже издалека, сквозь снежную пелену, можно разглядеть ее очертания. Интересно, подпустит ли она еще ближе? Сквозь снежную дымку можно различить очертания еще спящего поселка, живущего своим укладом, каким-то спокойным и размеренным. К счастью, к побережью тянется автомобильная колея. Неспеша отправляюсь навстречу неизведанному. Непривычно выглядят заметенные снегом домики, в которых в летний сезон кипит жизнь и нет отбоя от отдыхающих. Сейчас здесь как-то тихо и уютно. Одиноко тянутся вдаль линии электропередач, а справа уже отчетливо вырисовалась немохнатая макушка Мохнатой горы. Мысли подняться наверх, вертевшиеся в голове по пути сюда, растворились сами собой, едва ступил я в глубокий и мягкий снег. Что ж, это направление придется оставить на потом. Тем более, что ограниченная видимость едва ли позволит насладиться зимними видами с макушки Мохнатой. Наконец, за очередным поворотом дорога закончилась. Я уперся в запертые ворота базы отдыха Мохнатка. Любители зимней рыбалки облюбовали это уютное местечко, организовав перед воротами парковку своих автомобилей и скучковавшись рыбацким лагерем неподалеку от берега. Как поведал мне один из вернувшихся охотников за молчаливыми обитателями водохранилища, клев не важнецкий. Кому-то фартит, а кто-то и поклевки не видел с утра. Не спеша оглядываюсь вокруг. Белым-бело. Крыши маленьких домиков надели пышные снежные шапки, причудливыми формами свисающей с покатых конструкций. Несвойственная для этих мест тишина делает пребывание здесь каким-то особенным и необычным. Впрочем, не раз подмечал я для себя, что одно и то же место в разное время года не похоже само на себя. Яркий тому пример – недавнее путешествие в лес, где мне доводилось бывать только в летнюю да осеннюю пору. Совершенно иным взглядом смотришь на привычные места, вещи и предметы. Так и с путешествием. По возвращении из поездки ты уже не тот, кем был до отъезда. Падающие с неба белые легкие крупинки пушистого снега создавали ощущение, будто находишься в сказке, а тишина вокруг – атмосферу умиротворения. Лишь хвостатый сторож своим лаем возвращал в реальность. Вмиг исчезли все сомнения и барьеры, которые я сам себе строил по дороге сюда. Подумав об этом, невольно улыбаешься человеческой сути усложнять до невозможности простые вещи. Выходит, что все ограничения ставим себе мы сами. Нет ничего невозможного. Любой в этой жизни может стать любым. Окидываю взглядом это тихое, уютное местечко, которое в скором времени вновь изменится до неузнаваемости, заполнив тишину и спокойствие шумом и гамом отдыхающих, да запахом бензина, отснующего туда и обратно транспорта, доставляющего к побережью жаждущих отдыха людей. Водушевленный необычным и непривычным ощущением, решаю испытать удачу и попытаться добраться до еще одного знакового для меня места. По пути останавливаюсь полюбоваться портальными кранами, которые в детстве часто называли жирафиками. Причудливая металлическая конструкция, окрашенная в яркие цвета, выделяется на фоне белоснежных пейзажей. В летнюю пору эти трудяги работают, не покладая рук, а точнее, не покладая грейферов. Именно так называется захватное устройство жирафика, предназначенное для сыпучих грузов. При помощи продуманной системы тросов и блоков этот великан способен поднимать и перемещать тонны груза. К моему удивлению и мне на радость, добраться до очередной точки сегодняшнего маршрута не составило труда. Хотя еще некоторое время назад попасть сюда зимой на автомобиле было проблематично. Через пару-другую километров взору открылись знакомые места с незнакомыми до ныне пейзажами. Все так же приветливо встречает путника гора Серебряная, она же Панорама, да старенький мостик через железнодорожные пути. Ничего не изменилось, лишь яркое зеленое платье сменилось белым покрывалом из снега. Да, пожалуй, присутствие здесь человека несколько разбавило волшебную тишину и покой. По дороге сюда познакомился я с местным сторожем. От него-то и узнал, что попасть сюда я смог благодаря хозяевам здешних домиков, с недавних пор решивших открыть зимнее направление отдыха для всех желающих. Для этих целей и дорогу теперь сюда время от времени чистят и домики утепляют для комфортного проживания. Решаю не тревожить своим присутствием отдыхающих. Встаю в стороне, убрав машину с дороги в небольшой карман перед запертыми воротами, которые, если верить местному сторожу, пришлось с целью сохранности имущества базы отдыха запереть на замок от многочисленных рыбаков, облюбовавших это место. Считай, дорогу расчистили до самого побережья водохранилища. Однако до пляжа добираться мне пришлось с большим трудом. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот он, тот момент, когда внутренние аккумуляторы полностью заряжены. Иначе, как словом «счастье» это состояние назвать нельзя. Неопределенность сменилась ясностью, а снежная пелена исчезла так же внезапно, как и появилась. Этот путь и те несколько часов долгой дороги сюда стоили вложенных усилий. Ведь взамен я получил гораздо большее, чем просто точку на маршруте, до которой удалось добраться сегодня. Особый колорит, безусловно, создает тот факт, что в этих местах неоднократно доводилось бывать мне летом. Но лишь благодаря сегодняшнему путешествию открыл я для себя новое направление, существенно расширив границы тех мест, в которых уже довелось мне побывать. А начиналось все с мыслей, возникшей в голове и предопределившей дальнейшие действия. Главное – начать воплощать мысли в реальность, начав двигаться вперед хоть даже маленькими шажочками. Ведь даже если говорить о сегодняшнем путешествии, то вряд ли бы оно стало реальностью, доверься я изменчивым и пессимистичным прогнозам погоды от синоптиков и унылому виду из окна на пасмурный небосвод. Есть лишь единственный момент, который пусть и ненадолго омрачает любую поездку – это необходимость возвращаться назад. Как бы это глупо и смешно не звучало, но отмена крепостного права более полутора веков назад не сделала человека свободным. Необходимость возвращаться никуда не делась, и избавиться от этой необходимости под силу немногим. Ведь это долгая дорога, долгое путешествие, требующее от нас постоянства усилий и сохранения вектора на выбранном направлении пути. Неважно, какой длины будет путь и сколько времени будет длиться путешествие. Ведь те моменты, которые мы получаем, двигаясь к намеченной цели, измеряются непройденным путем, непрожитым днем, но чувством наполнения и насыщения от того, что успел. Успел задуманное и желаемое сделать реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова